Здравствуйте, вы смотрите в прямом эфире Черноморскую телерадиокомпанию. С вами Владислав Маструк, а моим собеседником сейчас будет Георгий Тихий, журналист Первого канала Германии ARD. Здравствуйте, Георгий. О чем хочу с тобой поговорить? Дело в том, что за последнюю неделю, именно в эту неделю СБУ и контрразведка совершила два очень важных, две очень важные спецоперации. Одну он совершил в Донецкой области, в Красногоровке, в итоге чего было задержано 85 человек, которые, судя по данным контрразведки службы безопасности, причастны группировкам ДНР и ЛНР. Видео короткое, но просто чтобы мы это увидели. Гоу не поднимай. Гоу не поднимай. Дорогие. Гоу не поднимай. А поздно вечером 9 декабря этого года, в результате проведения службы безопасности и спецоперацию, уже в Киеве, по нескольким адресам тоже были задержаны два гражданина Российской Федерации, это уже подтверждается, потому что даже посольство Российской Федерации это подтвердило, и три гражданина Украины были задержаны. Один из членов диверсионной группы, да, можно так сказать, которая была захвачена Альфой, то есть наш спецотряд службы безопасности, он был убит во время столкновениями. Андрей Кузьменко его зовут. Да. Даже один представитель Альфа был убит, и один представитель вот этих вот диверсантов. Очень странная комбинация получается, особенно если учитывать личность убитого, да, а про личность убитого написал, ну, известный достаточно блогер-путешественник Евгений Гельсон. То есть убитого зовут Олег Мушчиль, или Мушчиль, да. Вот что, вот если можно его фотографии, вот мы его видим, да, вот это вот Олег Мушчиль. Вот что говорит господин Гельсон. Думаю, что всю свою деятельность Олег Мушчлич, он же Сергей Амиров, он же Джорджи Жамбо, осуществлял совершенно искренне, исходя из внутренних убеждений. Возможно, он перешел тонкую грань между тем, когда ты воюешь за Украину и когда воюешь с магазинами конфет Рошен. Вот Гельсон не верит, что Мушчиль, да, является сторонником ФСБ, то есть он агентом ФСБ, потому что, да, он, это человек служил в АТО, у него был позывной лесник, у многих есть позывной лесник, потому что иногда же вот была путаница, да, Юрий Бутусов уточнял, вот кто из кто. Но вот он, вот этот Олег, он 20 лет состоял в организации «Трезуб». Организация «Трезуб», насколько мы знаем, это одна из тех организаций, которые и создала правый сектор. Вот сам Мушлич до августа этого года состоял в правом секторе, это подтвердила сама организация. Вот, что же касается, почему мы тоже так же его показываем в буддийском одеянии. Вот то, что сказал господин Хельсон, он просто увлекается этой тематикой, он знал Олега как Дорджи Джамбо с 1901 года. То есть… Какого? 2001? 91, простите, да, 1991 года, да. Он его знал. Он был одним из тех, кто учредил первый в Донецке, да, буддийскую общину. Но, как говорит вот сам Мехельсон, вот вся вот эта его история, это все блеф. То есть человек блефовал постоянно, то есть нету ни… То есть он свою биографию написал сам. Ну, выдумал. То есть он ее выдумал, да, и он, как знаток буддийской вот этой философии, он его в какой-то момент словил на этой лжи, но вот все это время молчал, за что он так же извиняется. Но вот последнее, что говорит господин Мехельсон, хочу только сказать, что лесник, может, ну, можно такой позывной, скорее жертва своей непримиримости, тщеславия и гиперпатриотизма, о чем можно прочесть и на его странице в Фейсбуке. Все очень странно, правда. Вот твое мнение по поводу вот этих всех, вот эта угроза, да, которая нависла над нами. Ну, тут, мне кажется, нужно абстрагироваться от каких-то оценок там и отношения к конкретному человеку, он может быть какой угодно. Есть определенные факты, при которых произошло вот это задержание, и то, что там нашли, и то, что там действительно были огромный арсенал оружия в Киеве, чего он там делал. И там же были какие-то граждане Российской Федерации, еще предстоит выяснить, кто это такие. То есть факт есть факт, кем бы он ни был там. Тут, вот, мне кажется, что разговор о том, там, патриот или не патриот, это вообще как бы ложный путь немного. Патриотизм – это не оправдание, это во-первых. И во-вторых, с другой стороны, знаешь, эта ситуация проявила вот многих людей, которые кричат чуть что о патриотизме, о каком-то режиме там внутренней оккупации. Ну, вот, знаешь, вот эти вот все какие-то такие преувеличенные. Да-да-да, в этом же кричат многие, вот, укроп, партия укропа, это кричит постоянно. Ну, это выгодная тема, чтобы эксплуатировать. То есть, как бы это упрощение реальности. Проблемы действительно есть, и с политическим классом украинским есть. Есть, мы об этом поговорим. Их очень много, да, но там говорить о том, там, каком-то режиме внутренней оккупации, мне кажется, это преувеличение большое. Вот, и вскрылись эти люди, которые яростно начали его защищать, в том числе рассказывая какие-то невероятные истории, что он там был в какой-то диверсионной группе, что они там делали вылазки чуть ли не на территорию Ростовской области. Да, что на самом деле лучше вообще не говорить, если это так. То есть, да, даже если это правда, в чем я сомневаюсь, да, ну, предположим, то об этом, конечно, зачем об этом говорить. Потом у Путина будут аргументы, ага, вот видите, что украинцы на нас напали. Вот, и хотя мы не знаем, знаешь, тоже, кто разгоняет эту волну, это, может быть, вполне тоже спецслужбы к этому причастны. Вот, поэтому, но опять-таки, здесь не надо уходить в разговоры. То есть, это явно по описанию, я его не знаю лично, не знал этого человека, но по описанию явно эксцентричный человек. Ну, да, от буддийского монаха к диверсанту, но это путь такой длинный, да? Ну, опять-таки, понимаешь, война притягивает очень разных людей. Очень часто людей не вполне в себе, даже в первую очередь, потому что, ну, реально война – это война. Вот я ее видел сблизи. Она тянет как магнит всех людей, и людей, которые немного не в себе, как бы, она тянет в первую очередь, понимаешь, туда, на фронт, потому что это вот повод себя проявить, испытать там и так далее. Поэтому это не может быть никаким неоправданием, не… Есть факт, задержание при огромном арсенале оружия в Киеве. Да, ну, то есть, там было самодельное взрывное устройство, 4 килограмма тротила, ну, вы представляете, что это такое? Автоматическое оружие, более 40 гранат, около 2000 патронов. Ну, они к чему-то готовились, и явно не к буддийской молитве. Наверное. Это очевидно. Хорошо, у нас сейчас на включении из Москвы Роман Сымбалюк, журналист издания «Униан». Здравствуйте, Роман, вы нас слышите, у меня… Добрый вечер. Да, добрый вечер. Вот, я не знаю, смотрели ли вы сегодня доседание нашего парламента, нашего, я имею в виду, украинского. Ну, естественно, самые главные кадры, они транслировались по всем социальным сетям, и здесь так же, как бы, это с удовольствием использовали для того, чтобы показать, что к чему приводят Майданы и так далее, и насколько ценен и важен президент Российской Федерации. Да, вот я хочу показать, это, правда, многие увидели, но, может быть, все же не все, вот момент, когда депутат Барна от блока Петра Порошенко берет за интимную часть премьер-министра и пытается его вынести, да, из зала. При этом он ему еще цветы дарит. Ну, давайте посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну, вот что говорят на российских телеканалах по поводу вот этого события? Какие комментарии? Ну, я вам скажу так. На самом-то деле, вот мне, как человеку, какое-то время живущим здесь, первое, что хотелось бы сказать, что вот жителям Украины надо прекратить интересоваться и думать, что же тут говорят. На самом деле, это не имеет никакого для нас значения. Это первое. А говорят, что здесь всегда говорят все одинаково. Последние много-много лет. Что бы в Украине ни происходило, оно подается исключительно как негативное явление. Здесь уже два года последних рассказывают про дефолт Украины, как он наступит, как будет плохо и так далее. Можно, главное, говорить об Украине, как она там скоро гикнется, простите за... Главное, не дать зрителю российскому задуматься, а что ж он живет все беднее и беднее, хуже и хуже. Почему пенсии и зарплаты вроде как не уменьшаются, а покупательная способность населения, то есть обнищение населения увеличивается. Вот это их главная задача, и они для этого используют любые поводы. И сегодня, ну, как бы, просто мы им дали такую возможность. Вчера они обсуждали Бендеру, имеется в виду возможность названия нашего самолета Ан-178 таким образом. До этого было еще что-то. Поэтому, как бы, я просто украинских зрителей призывал бы не обращать внимания, что тут говорят. Тут ничего не имеет общего... Ничего хорошего они не говорят. Это ничего не имеет общего ни с новостями, ни с какой-то политикой. Это все используется исключительно для того, чтобы, смотрите, русские, граждане России, не будете любить Путина, будет у вас все плохо. Ну, вот это так. Придет барно. Придет барно, да. Примерно, да. Да, вот, Роман, расскажите, пожалуйста, знаете, какую ситуацию? Вот мы знаем, в отличие от россиян, что уже три недели, по крайней мере, сильно это в Москве звонят. Это, надеюсь, не ФСБ? Не знаю, не знаю. Не отвечайте, не отвечайте тогда. Ну вот, уже больше даже трех недель ведут акции протестов дальнобойщиков в Российской Федерации. Они протестуют против системы Платон, это система, ну, которая, ну, это платные дороги. Ну, по факту, да, для больших грузов. Да. Вот что происходит с этой акцией протеста? Были ли вы там общались с участниками этой акции? И вообще, какая их конечная цель? Понятно, что отмена, да, вот этой системы Платон, но на что они готовы? На самом деле, ну, мы лично, наша группа ездила, получается, уже неделю назад. Мы ездили вот в Химкино стоянку, где они успели там заехать на эту стоянку, 20 больших грузов. А после этого ее просто загородили, поставили знаки о запрете въезда грузовых автомобилей. И там вот эта группа, там без 20 автомобилей, они там, так сказать, держат оборону. Есть еще несколько таких очагов в других частях, вот есть там на Каширском шоссе, это недалеко от Москвы, и в регионах. Но по факту, как бы, на сегодняшний день это только такие, только, наверное, первый звоночек для российских властей, и на том, что рано или поздно придется заниматься внутренней политикой. На сегодняшний день дальнобойщики, в принципе, они разобщены, никто толком не знает, что делать. Известно, Россия страна большая, они не могут скоординироваться. И главное, что им всячески препятствуют правоохранительные органы, тут различными способами их там тормозят. Если есть малейшее подозрение, что машина едет в сторону Москвы для участия в акции, значит, у нее шансов уехать практически нет. И там лишают прав, ну, различные манипуляции делаются. Очень все похоже, как у нас, когда... С автомайданом. Время антимайдана. То есть методы все те же. Ну, единственное, что здесь вот я вот не вижу в них какой-то готовности для активных действий. Понятно, что из этого ничего не будет. И, судя по всему, в ближайшее время тема сойдет на нет. И в целом, как бы, они больше пишут в Фейсбуке, чем она есть на самом деле. Хотя, справедливости ради, надо отметить, что федеральные СМИ максимально избегают этой темы. И если они уже вынуждены ее коснуться, то они сразу это сводят в сторону, что это организовал Госдеп, американцы, США, еще кто-то. А люди, которые поддерживают и сочувствуют дальнобойщикам, они национал-предатели. То есть они пытаются, собственно говоря, уйти вот в эту нишу, для чего они рассказывают про гадости про Украину. Ну, вот такая ситуация. А как вообще, ну, не знаю, россияне, москвичи, по крайней мере, относятся к этой акции протеста? Россияне и не знают, конечно. В целом, как бы, если... Я так... Насколько... У меня слышалось впечатление, что основная масса позитивно к этому относится. Ну, или, по крайней мере, агрессии какой-то нет. Потому что все сталкиваются в России с экономическими сложностями, все группы населения. Ну, вот это факт, как бы. То есть это не в том плане, что не только в Украине плохо, ничего подобного. Тут я все-таки подчеркну, что это две разные истории. Вот. И когда вот, например, мы были на прошлой неделе у них в гостях, кто им там привозит еду, привозит солярку для машин, которые не могут оттуда выехать. То есть, с одной стороны, они стоят сами по себе, с другой стороны, кто-то же их обеспечивает. И с третьей, скажем так, российские партии, оппозиционные, они пытаются каким-то образом вот этот вот экономический протест капитализировать в свой капитал на следующих выборах, которые будут в следующем году в Госдуму имеется в виду. Ну, вот. Активно этим занимаются коммунисты, естественно, российские с несменным Зюгановым. Их уже обвиняют в том, что они как-то должны этот протест просто возглавить и слить. Ну, в целом, как бы, я не вижу там агрессии со стороны людей. Тем более, знаете, вот они сегодня анонсировали свою акцию «Улитка». Ну, могу вам сказать, что так город устроен, Москва, что тут акция «Улитка» проходит каждую пятницу после обеда, вне зависимости от того… Ну, то есть, блокировая дороги, чтобы все вот эти вот… Ну, чтобы были пробки в Москве, чтобы Москва встала. Ну, да-да-да, «Улитка» — это когда все автомобили уменьшают скорость там до минимальной и фактически создают движущуюся пробку. Ну, Москва, она в пятницу после обеда… Она так живет каждую пятницу. Да, это как бы норма. Да. Ну, в принципе, не стоит украинцам ждать, что из акции «Платон» вырастет Майдан, на который свергнет Путина. Ну, это вот как раз к этому я хотел и… Я вообще думаю, что украинцам не надо слишком много думать о России, надо думать о том, как менять свою страну. Потому что, во-первых, если и это когда-то произойдет, это не факт, что следующий человек будет более каких-то миролюбивых настроений. Население здесь разогрета. И если им завтра снова скажут, что во всем все-таки виноваты украинцам, то они с удовольствием продолжат войну и с такой же искренностью будут ее поддерживать, как сейчас поддерживают антитурецкую кампанию. До этого… Ну, тут, видите, тут все очень просто. Они монополия на федеральные каналы, и поэтому этот тумблер, он… Это просто волшебство, как это на глазах происходит, как городос ненависти просто переносятся с одной группы к другую. Да. Вот вы сами сказали, что не стоит ожидать, что вот после Путина придет кто-то лучше него. Вот буквально вчера москвичи отвечали на вопрос коллеги с Радио Свободы, будет ли Медведев, ну, нынешний премьер-министр Российской Федерации, следующим президентом России. И вот, что ответили москвичи. Будет ли Медведев следующим президентом России? Думаю, не будет. Потому что он никто. По сравнению с Путиным, он даже в детский сад не ходит. Я уверена, что у нас теперь один президент навсегда. До этого менялись, а сейчас народ считает, что менять не надо. Не будет. Ну, побыл президент, выхватит. Он на дождь премьера, по-моему, его место там. Это ротация ни к чему уже. Слишком уж как получается, как шахматы. Трекировка. Ну, такая есть возможность, но, честно говоря, не знаю. Думаю, что такая вероятность есть. Нет, потому что я думаю, что Владимир Владимирович все-таки будет следующим президентом. Я думаю, что нет. Потому что Путин уже, кажется, хорошо себя зарекомендовал, и нет необходимости что-то менять. Нет. А почему нет? Потому что Путин не постарел еще. Ну, можно сказать, Медведев, точнее, Путин, это и есть Медведев. Одно лице на ниже месте. Даже, мне кажется, вряд ли. А почему вряд ли? Мне кажется, Владимир Владимирович Путин будет. А кто такой Медведев? Я только Путина знаю. Мне кажется, нет. Не заслужил доверия в обществе. Трудно сказать. Это народ решит. Надеюсь, что нет. Он не в моем вкусе. Как бы политика у них одна и та же. А Путин, как бы, все-таки, мне кажется, чуть-чуть поумнее Медведева. Ну, не дотягивает он до президента. Я думаю, что в следующем будет президент Путин. Менялись. Но сейчас срок еще возможен у Путина. Поэтому, естественно, и будет. И дай бог, чтобы это случилось. Возможно, я не исключаю. Я буду голосовать за президента от КПРФ, кто бы там не выступал. Но я не против, если и Медведев будет. Кем президентом? С ума сошли? Его вообще надо убирать, чертовой матери. Ну, вот такие вот мнения. Но вот есть такое впечатление, вот особенно, что касается последней женщины, которая сказала, что его надо вообще убирать, такой-то там матери, да? Что Медведев в какой-то момент стал плохим боярином. Или я ошибаюсь? Ну, вы знаете как, в России, в принципе, все устроено действительно так, что царь хороший, все остальные плохие. Еще, ну, скажем так, год или даже, может быть, даже больше, когда были только первые-первые звоночки для российской экономики, что будет спад, то здесь можно было услышать в колуарах такое выражение, что это сакральная жертва. То есть вот тут суперсакральная жертва, и если надо будет кого-то наказать публично, сказать, что кто же виноват за нападение уровня жизни, естественно, это будет Медведев. И население, в принципе, к этому уже готовят, и пропагандистская машина, она в этом ключе работает без остановки. И я просто хотел сказать, что да, тут все говорят, что Путин-Путин, как же мы без него. Но, судя по всему, если завтра кнопку телевизора каким-то образом перекрутят, вот этот вот тумблер, который там направляет эмоции россиян, они через месяц с таким же рвением будут называть вам другую фамилию. Если ее будут часто показывать по телевизору, она там будет, не знаю, справляться уже с бандеровцами или еще, или с казахо-бандеровцами, соседей в принципе. То есть важно, чтобы воевал, я так понимаю? Ну, я бы даже не сказал, чтобы воевал. Это просто самый яркий такой момент, вот как показать русским эффективность. Ну, значит, что он должен быть спортивным, не пить, грозить всему миру. Ну, вот так. Как бы политтехнологические моменты, они всем известны. И так многие европейские политики мечтали бы о таких возможностях. Просто если в Россию так устроено, если ты становишься президентом или кандидатом от власти, на тебя работает весь спектр пропагандистской машины. И каким бы человек ни был, рано или поздно из него сделают суперзвезду. А если он еще не глупый, то эта задача упрощается. В России, в принципе, уровень развития и профессионализма в улите достаточно высокий. Я хочу вот коллегу спросить, просто вы ведь общаетесь с людьми каждый день, чувствуете, что люди там говорят, думают, ну в Москве, по крайней мере. То экономическое падение, ухудшение ситуации в России, вымывание денег в гигантских количеств, рост цен, там все прочее. Оно как-то сказывается на социальном напряжении или каких-то вот… То есть может ли вообще теоретически холодильник победить телевизор в России или нет? Ну вот есть мнение, что акция дальнобойщиков – это как бы первый звоночек. Потому что параллельно с этим уже проходят какие-то сообщения, какие-то профсоюзы на почту иностранным журналистам присылают информацию о том, что где-то проходят забастовки различных организаций. То есть процесс пошел, но по оценкам самих же российских экспертов, для этого надо еще год. То есть рано или поздно вот эта экономическая ситуация будет усугубляться, и даже за исключительно экономическими требованиями рано или поздно родятся политически, ну как бы это понятно, так устроена просто природа политики. Ну вот говорят, что через год весна, там 16-го года, ну немножко, не весна, а осень следующего года, где-то так. Ну вот потому что в принципе дальнобойщики – это действительно, я согласен, политически это пока что очень-очень слабо, ничего там не может поменять, но в принципе меня поразило то, что многие из них с теми же георгийскими ленточками, там кто-то воевал на Донбассе, то есть это в принципе путинцы, многие из них. И тем не менее, тем не менее они вот воюют с Платоном, то есть это достаточно бессознательно происходит. И вот, да, я так понимаю, что они не думают, что они там свергают власть, они там пятая колонна какая-то, это просто вот ну… Абсолютно, я вам даже более того скажу, вот мы когда с ними общались, я им задал прямой вопрос, как бы, вас не обижает, что вас уже здесь понемножку начинают называть национал-предателями или предателями Родины? Для них этот вопрос, постановка вопроса так, когда ты им озвучиваешь, для них это просто личная обида, они говорят, ну как же так, вот смотрите, мы под российскими флагами, мы любим нашего президента, мы его во всем поддерживаем, он же наверняка не знает, что это произошло, ему просто не дают информацию. Ну и дальше, как бы, всю историю про Бояр вы знаете. Да. Кстати, по поводу денег, да, последняя ремарка, сегодня Владимир Путин встречался, ну было у него совещание в Министерстве обороны, там он впервые сказал, подметил так, смотрите, лишних денег у нас нет. То есть я впервые слышу от российского президента, когда он говорит, что у него нету лишних денег, особенно… Уже скоро карманных не будет. В контексте Министерства обороны, или я ошибаюсь? На самом деле, я с вами немножко не соглашусь, в разных интерпретациях этот тезис, он всегда проговаривается, тут российское руководство, и Путин лично, они всегда говорят о том, что мы выделили гигантскую сумму вам на перевооружение, и в следующий раз, ну если вы, условно говоря, ее потеряете где-нибудь по карманам своим, то других денег у нас не будет, вот на этом делается акцент. А по поводу того, что Министерство обороны останется без денег, вряд ли, ну уже сейчас, вот бюджет следующего года показывает о том, что у военных российских будет все хорошо, а вот у регионов и врачей, и учителей будет немножко хуже. Ну как бы у государства российского другие приоритеты, их понять тоже можно. Не, в принципе, да, Влад, это действительно, это значит, что это больше показуха, они делают вид, что типа мы бережем деньги там, и все, это не значит, что у них нет денег. Вот я тебе просто приведу, если есть там 10 секунд, короткий пример, наш телеканал РД, вот сейчас я приоткрою такой секрет, я думаю, что никто там особо не обидится, значит, делает сюжет о домах на Рублевке, об этой богатой части, там где вот эти частные дома, очень дорогие особняки, и вот представь себе, я тебе просто цифры назову, да, там есть особняки, которые стоят там, вот особняк стоил 12 миллионов долларов, а постепенно за эти там вот два года он дешевел в цене там 10, 5 там и ниже, и сейчас человек вот его за 2,5 миллиона пытается продать и не может продать. Ну я не к тому, что там бедные несчастные, да, но просто чтобы понимать падение, реальное падение цен и какой-то покупательной способности и вообще вот экономики, ну представь себе, в 4 раза там, да, то есть это серьезно все. То есть время скупать недвижимость в Москве пришло, раньше это было… Не факт. Не факт, лучше не надо, лучше не надо. Ну тут, знаете, в этом отношении такая интересная… Тут почему, как, значит, очень большое предложение вот этих элитных домов, потому что, ну как бы представители российской элиты, о чем я говорил выше, что это далеко не глупые люди, и чувствуя тренд, куда движется российское государство, они, я так понимаю, думают, что надо бы как-то все, что можно пока перевести, надо это сделать, не вывести эти активы, потому что или берут, или еще что-то произойдет. То есть тут же понемножечку как бы железный занавес опускается, как бы тут и тут Турция, то плюс как бы обнищание населения, скажем так, падение уровня жизни, естественно, далеко не все уже могут ездить. Но тренд вот как раз задан на то, что общество становится все более закрытым, ну везде враги-враги, и люди, которые, опять же, так, полумнее делают из этого конкретные выводы. Хорошо, спасибо, если у тебя есть, Георгий, еще вопросы. Да, спасибо Роману Цимбалюку, журналисту «Униан» из Москвы за эту беседу. До встречи. Да, до свидания. До свидания. Вот такая обстановка непростая, скажем так, в Москве. Ну, это надо будет смотреть, конечно, в динамике. Сейчас это еще ни о чем не говорит. Вот знаешь, о чем я хотел с тобой поговорить? Дело в том, что ты по заданию немецкого телеканала ездил в Одессу, там общался с губернатором Одессы, ну нету на самом деле с губернатором, это глава областной государственной администрации Михаилом Саакашвили. И вот мне интересно, во-первых, какие акценты ставят немцы, да, что они хотят получить от Саакашвили, вот, что их больше всего интересует, да. И, ну, давай начнем с этого, по крайней мере. Ну, какие акценты, в принципе, мы себе не ставим там какой-то политики канала, там, ну, такого нет, потому что, во-первых, это общественное телевидение, во-вторых, как бы, ну, там нет такого понятия, как, знаешь, что мы должны, там, телеканал, там, Коломойского, телеканал, там, Пинчука, еще что-то. Знаешь, это общественное телевидение, поэтому там задача дать людям говорить в кадре, это не задача что-то показать, но, в принципе, речь о чем идет? Это противопоставление декларируемого и реального, потому что пока что мы видим очень много правильных деклараций, хороших слов, там, действительно, очень прогрессивных каких-то вещей, людей хороших в его команде, но результатов пока мы видим, ну, есть какие-то результаты, но пока что не так много, как наговорено, поэтому смысл в том посмотреть, будет ли это все реально воплощено, но работа с медиа у них поставлена, конечно, колоссально. Да, очень хорошо. Их там немного, вот был буквально вчера у меня Александр Боровик, уже в качестве исполняющего обязанности зам главы Одесской областной администрации. Почему ее? Потому что он сказал, что Комбин все равно бы не подписал мое назначение, а ее я могу быть 6 месяцев, поэтому, ну, то есть он, говоришь, скорее правительство поменяется, чем меня подпишет вот нынешний состав. Вот как раз по поводу Боровика, вот он не прямо сказал, то есть у нас была длинная дискуссия, мы почти сейчас с ним общались, и что я понял, что команда Саакашвили, они, да, они, конечно, пришли и начинали под крылом президента, ну, потому что президент его выдвинул, он ему дал полный карт-бланш и так далее. Ну, и, конечно же, правительство, как по закону, должно было его утвердить, оно его утвердило. 6 декабря в Одессе, когда состоялся вот этот антикоррупционный форум, Саакашвили, ну, сжег на пальмам все правительство Яценюка и непосредственно премьер-министра, да, он его нарисовал во главе коррупционной схемы, да, то есть там 5 миллиардов долларов убытка за год, ну, то есть обвинение конкретное. Я у него спрашиваю, а вот что бы вы дальше бы делали? Говорит, ну, а барыг мне говорит, ну, вот если бы у нас еще был бы там генпрокурор свой и свой глава СБУ, я говорю, ну, подождите, это же парафия президента, он же как бы с вами. Ну, как бы да, мы, конечно, хотели бы, чтобы президент бы более активно, может быть, уделял бы этому вниманию. Ну, и с его соц стало понятно, что они к чему-то готовятся. Вам партия, наверное, нужна. Он говорит, ну, мы, как бы, он не сказал ни да, ни нет. Он сказал, да, мы, мне коллеги из Грузии, они мне рассказывали, как они формировали свою партию. Как ни странно, первый шаг был, по формированию партии, это борьба с коррупцией именно по той схеме, как сделал Саакашвили 6 декабря. Да, когда мы уже начали говорить про идеологию, с точки зрения экономики, ну, и, в принципе, идеологии, такая либеральная партия, да, партия индустриалов, мы говорим, что есть вакуум, да, никто никому, никто не занимает эту нишу, потому что все в основном или социалисты, или социал-популисты, или просто олигархи. Вот. Что-то похожее, как, например, сделала Самопомощь, где есть центр в Галиции, да, ну, во Львове. А у них будет такая либеральная партия Юго-Востока. Ну, Юго-Восток, не надо его воспринимать там в российской какой-то... Юго-Восток это манипулятивное понятие, поэтому лучше говорить там Юго или... Юго и Восток. Юго и Восток. Юго и Восток. Ну, то есть, скажем так... Нет, действительно, нет единственного Юго-Востока. Нет, нет, нет. Потому что Донбасс это не Одесса, Одесса это не Запорожье. Даже Западная Украина, они все одинаковые. Ну, конечно. Вот, как ты считаешь, вот, будет ли иметь успех подобная партия, да, скажем, русскоязычная партия, которая будет иметь свой центр, допустим, в Одессе, русскоязычном городе, между прочим, либеральная, со всех точек зрения, однозначная, проевропейская и прозападная? Ну, ты сам так и писал, что, в принципе, ну, как она может не иметь успеха? Нет, ну, тебе как русскоязычная партия, демократическая, либеральная там. Ну, судя по выборам, ну, там Труханов всем нравится в Одессе, ну, не всем, большинству, да, Одессе нравится Труханова. Не, 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 подожди, не все так однозначно, да, избрали Труханова, но, посмотри, Боровик набрал больше 30% с нуля. Неизвестный человек, никогда не раскручивался, никогда там никакую не вел агитацию. Это колоссальный процент. Да, но одно дело, это мэры, да, когда люди понимали, что есть все равно, как бы, Саакашвили за спиной, да, и ты мэром, и, ну, все проще становится. Смотри, этот вакуум, этот электоральный вакуум, он чувствуется, на самом деле, видно, что настоящие, вот, хорошие, там, какие-то партии, у которых люди чувствуют какую-то искренность. Они набирают колоссально много, даже без рекламы. Посмотри на ссылу людей, которая понабирала по 10%, там, в городах, где... В Мариуполе. Ну, в Мариуполе, ну, представьте себе, 10% в Мариуполе. Ногами, кстати. Откуда? Откуда они набрали 10%? То есть вакуум колоссальный, вот я разговаривал с Ярославом Грецаком, и он говорит, что это колоссальная проблема. Ярослав Грецак, профессор. Профессор Украинского католического университета, ну, я считаю, один из лучших историков в Украине. Ну, просто не все знают Ярослав. Да, Ярослав Грецак, вот он тоже говорит, что это колоссальная проблема политического класса, который... То есть есть огромное, было огромное протестное движение в Украине, Майдан, которое, к сожалению, не породило политической партии, понимаешь? То есть вот эти проекты какие-то, бабочки, знаешь, там, все эти, которые появлялись, да? Которые вот живут один месяц, там, два месяца, которые дискредитируются. Ну, посмотри, даже партия правительства, там, Народный фронт. Набрало там, а потом, бац, меньше одного процента. Боровик говорит, что даже блок Петра Порошенко никакая не партия. Так, конечно, в том-то и дело, что партии нету. А пока не будет партии, у нас будет вот этот бар, на который хватает, как ты сказал, за интимные части премьер-министра. Вот, и будет вот весь этот бред, потому что, не, появляются более-менее идеологические партии. Я тебе скажу, что, вот, мне кажется, самопомощь, она имеет, вот, имеет какие-то характеристики идеологичности. Потому что, действительно, это что-то типа такой христианской демократии. Ну, есть. Да, да. Есть намек на какой-то, ну, на понятный какой-то... Рико-католическо-демократическая партия. Да, я не говорю, что я там это поддерживаю, но это определенный сегмент. Это не то, что партия пытается, там, знаешь, как вот эти catch-all parties, которые пытаются все схватить. Да, которые всех, всех, да. Ну, и просто, знаешь, приводит к какому-то бреду. То есть, не может быть такого. Нет, тем более в таком обществе, как украинское, которое, в принципе, очень сегментировано. Ну, мы реально очень разные. Мы, Украина, очень разные. В этом наша сила. И поэтому даже появление региональных, но общенациональных партий тоже вполне логично. Нет, если бы они создали партию, смотри, есть огромный запрос, мне кажется, на искренность. То есть, вот почему там люди обожают многие там Саакашвили, почему там много людей обожает Маскаля, Геннадия Маскаля. Потому что, ну, вот он такой, как есть, да. Вот он говорит там мат-перемат, но люди чувствуют, что как бы это он от себя это идет. В то же время, когда там, ну... А многие говорят, что они просто хорошие актеры. Ну, есть и такое мнение. Ну, не знаю. Нет, ну, Саакашвили, я думаю, что он не актер, он действительно такой человек, вот, эксцентричный, достаточно авторитарный такой, как бы, который хочет все сразу моментально делать, там, вне зависимости от законов и севастоленого. Мне кажется, сейчас, в принципе, такой человек нужен. Вот. И такой человек, как там Саша Боровик, да, например, то есть у него тоже, знаешь, он многие вещи говорит такие космические для Украины, там, кажется. Он там сравнивает Украину там с Чехослованской, с Чехией, там... Да, 90-го года. 89-го года. 89-го даже. Значит, ну, какие-то вещи, знаешь, сначала тебе кажется, ну, что, ну, разве можно сравнивать, ну, немножко не то. А с другой стороны, видно, что человек абсолютно out of the pot. Он вообще... То есть он не системный. Да, он вообще не отсюда. То есть он вообще не из этого ящика. И такие люди сейчас нужны Украине, которые, как бы, могут что-то свежее привносить. Поэтому запрос на какую-то искреннюю вот такую подачу, он есть. И если они создадут... Но Саакашвили открещивается. Вот когда у него спрашивают, ну, у него спрашивали там, ну, слушай, он обвинил Яценюкана конуне визита Байдена. Это все очень не случайно. То есть вот он, как бы, набросил такой пас вообще, понимаешь? Ну, там, завязал всю коррупцию в стране на... Ну, даже не всю часть. Ну, и премьер-министр отвечает за всю страну. Это, как бы, не так уж безосновательно. Ну, да. Он в ответе. За экономику, пока. За экономику, за всю эту коррупцию, там, в сервенду, там, частично в ответе. Частично президент. Он все это завязал. Мне спрашивают, ну, как бы, может, не значит ли это, что вы могли бы тоже занять какой-то пост в центральных органах власти, там, или премьера, там. И он, конечно же, говорит, нет, послушайте, если бы я хотел этот пост занять, я бы уже создал свою партию, я бы уже давно агитировал, я бы шел на выборы и так дальше. Я этого не делаю. И мне кажется, что пока есть... Он не может сейчас уйти, понимаешь? Если он не добьется реальных результатов в Одессе... Ну, это как бизнес-карт, это вот, как бы, визитка. Если он в Одессе, вот, все, что будет, это центр административных услуг, который только открылся, еще непонятно, насколько он там заработает, да, там, и ничего остального не будет, он, ну, просто потеряет свою поддержку. Знаешь, что народная любовь такая, как есть, вот такая просто страсть, как вот сейчас в Украине, там, к отдельным персонажам, она же очень быстро выветривается. Да, очень хорошо. Она вот так потом перебрасывается в ненависть. Ну, посмотри, там, многих там... Того же Яценюка, например. Яценюка, конечно, что он говорит на английском языке и едет эконом... Как Володя Парасюком восхищались. Да, сейчас. Ну, многие до сих пор восхищаются. Ну, в общем, это все, как бы, там, ну, многих, Юра Бирюкова, многих переживала вот эта вот народная любовь, потом в какой-то момент перекинулась. Да, 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 правда, правда. Да, вот интересно, конечно, как будет, хотя вот, зачем президенту такой конкурент? Ну, просто снимет его вовремя. Тем более, что с премьер-министром уже все... Я тоже спрашивал Боровика по поводу, вот, от чего вы так сделали, да, то есть только премьер-министр, а где, как можно украсть 5 миллиардов долларов, чтобы при этом ничего не знали ни в СБУ, ни в прокуратуре. Он говорит, ну, понимаете, коррупция, это же как гидра, а у гидры много голов. Вот это одна из них. Нет, ну, я помню... Есть и другие, где завязаны, вот, там... Я слушал речь Саакашвили, там, в зале, и он сказал, в принципе, немножко не так. Он рисовал эту схему всю, большую, и потом в конце он говорит, ну, в нормальной стране цивилизованной за такие вещи должен отвечать премьер-министр. И дальше появился Яценюк сверху этой пирамиды. То есть, как бы, он не говорил, что это он украл 5 миллиардов. Он говорит, в нормальной стране за такие вещи должен нести ответственность премьер-министр. Ну, да. Такая формулировка. Ну, картинка манипулятивная, все же. Ну, картинка получилась красивая, конечно. Ну, это как, да, это как схема до босс-мафии. Зал весь там офигел этот момент, конечно. Да, это правда, это было такое фееричное. Знаешь, по поводу вот европейцев хочу у тебя последнее спросить. Дело в том, что казалось, особенно после того, как прилетел Байден, он это буквально озвучил, 8-го числа, когда он выступал с трибуны Верховной Рады, что вопрос санкций решен. То есть, будут продлены санкции на полгода против России, это как бы факт. Потом некоторые страны, среди которых Италия, скажем так, она лидирует в этом, они сказали, нет, мы автоматически подорвать не будем, у нас будет неупрощенная процедура, а мы хотим 16-го декабря, когда в Брюсселе будет мини-саммит Украина-ЕС, обсудить этот вопрос. Вот, что в Германии говорят по этому поводу? Вообще, в принципе, по поводу санкций, по поводу вот такого вот, ни единой позиции в Европе. Ну, Германия, ты же понимаешь, что в данный момент Германия это лидер в Евросоюзе, и в принципе задает то, там на уровне правительства, но там не поддается сомнению политика, которая существует, и никаких как бы предпосылок ее пересмотра нет. Ну, иногда, конечно, Штенмайер делает какие-то заявления, там такие, типа смягчающие. Есть много там, этот Ишингер на прошлой неделе тоже там заявлял, мы должны там дружить с Россией, там уже восстанавливать связи и так дальше. То есть, конечно, есть, как и раньше было, российское лобби, и не только лобби, люди, которые просто вот считают, что там поддерживают Россию, но в принципе на правительственное решение это никак не влияет. Вот, и если ты посмотришь, проанализировать вот действия Ангела Меркель, видно, что она принимает какие-то однозначные решения, потом их придерживается. В принципе, один из, ну, я не хочу ее там нахваливать, там, не люблю нахваливать политика вообще каких-то, да, но она пока что единственный лидер в Европе, который принимает какие-то решения. Правильно ли или нет, но она их принимает. Потому что большинство даже с беженцами там пытаются отстраниться, ой, лишь бы, лишь бы не меня эту трону. Стены строят или еще что-то. Стены там, ну, лишь бы не меня, не меня. Она приняла... Вот она и стала человеком года по версии Джорджа Латай. Правильно, но она приняла однозначное решение. Оно может оказаться неправильным, да, но она готова нести за него ответственность, политическую, любую. Вот она просто, ну, она не стала отсиживаться в кустах, а как бы, ну... Ну да, тем более уже сколько это, второй или третий, второй срок, да, как канцлера. Да, да, она уже 10 лет или сколько? Да, 10 лет, как руководит самой мощной страны Европы. И просто по Украине она ведь тоже приняла, прошлой осенью, это было после Брисбена, вот определенный момент, когда до этого момента она делала заявление в одну и другую сторону, стараясь держать какой-то там баланс. После Брисбена она вполне однозначно стала в позицию конфронтации с Путиным, его сдерживание и, ну, перестала с ним играть в эту игру. Ну да, как говорят, она обидела, что Путин ей лично врал в глаза. Да, 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 когда она 4 там или сколько, 5 часов не могла от него добиться даже просто нормального разговора и объяснения, что он хочет вообще, то ее это страшно оскорбело. Она приняла однозначно решение, я думаю, что она будет его придерживаться, и, ну, политика Германии меняться не будет, я думаю, сейчас. Ну, значит, скорее всего, все Европы. Дело просто, что в мире происходит уже такой хаос, который анализировать уже не сильно получается. Да, сложно, это правда, все так, кажется, это далеко, да, Сирия, далеко, но это тоже могло повлиять на Украину. Нет, сейчас уже это все, мы живем в одном мире, который катится куда попало. Да. Черт знает куда. Вот не куда попало, а вот как раз вот как ты сказал, второе. Вот непонятно куда, к сожалению, не в самое, не в следовое будущее мы видим. Пока что. Пока что, да. Все, наше время истекло. Благодарю Георгия Тихова, журналиста Первого канала Германии АРД за эту беседу. Напоминаю, что с нами еще был корреспондент Униан в Москве Роман Цымбалюк. Если захотите, посмотрите этот эфир еще раз, заходите на нашу страничку в Ютубе, Черноморская телерадиокомпания, все русскими буквами написано. И находите этот эфир, и смотрите, получаете удовольствие. Надеюсь. Если нет, пишите гневные письма. Пишите гневные письма. Спасибо еще раз. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова